Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! И сегодня у нас очередное видео про распаковку посылки с сайта Shein. Все ссылочки я вам оставлю внизу. Этот заказ я делала просто по мере надобности. Мне очень нужен был купальник, а там бесплатная доставка только с 50 долларов. Поэтому я решила заказать всего и побольше, ровно где-то на 50 долларов. Там получилось 58 или 57. Там немножко у меня еще были бонусы. Поэтому смотрим. Я думаю, что скорее всего это будет последняя посылка летних вещей. Уже дальше буду заказывать вещи какие-то на осень. Потому что у меня уже очень много всего летнего. Уже достаточно. Еще, кстати, я немножко открыла. Помухлевала и посмотрела. Я очень волновалась, что обувь мне не подойдет. Не буду делать вау, потому что я это уже видела. Очень понравилась обувь. Я боялась, что размер мне не подойдет. Это 5,5. И там не было указано наше обычное 36-37. Я посмотрела по сантиметрам. Вроде как подходит. А потом, после заказа, я начала лезть в комментарии, читать комменты. И видела, что такой маленький размер никто не заказал, кроме меня. И я как бы начала переживать. Думаю, блин, не подойдут. Что делать потом? Потом стоили они не очень бюджетно по меркам шеин. Они стоили, по-моему, 16 долларов. Но я вам все цены буду писать вот здесь вот. Если честно, на сайте кажется немного темнее оттенок этой обуви. Но в любом случае, можно комбинировать с разными луками. Я в последнее время не покупаю ничего с каблуками. Потому что это неудобно. Когда я ношу каблуки, у меня такое ощущение, что я похожа просто на лошадь. Поэтому я выбираю в последнее время обувь вот с плоской подошвой. И вот с таким интересным орнаментом. Очень нравятся. На ножке сидят идеально. Очень довольна покупкой. Думаю, что и дальше буду заказывать обувь с этого сайта. Уже один раз носила. Мне очень-очень понравилось. То есть, удобно на ножке. Ничего не болтается. Плотненько держит ножку. Но один такой момент. Если у вас нога широкая, то вот в этой вот части именно обувь будет маленькой. То есть, это прям на очень утонченную и хрупкую ножку. Даже для меня вот в этой области немножко узковато. Учитывайте этот момент. А так швы прострочены идеально. Цвет обалденный. Можно сочетать с разными образами. Мне нравится. У меня размер 5,5. Следующий. Здесь у меня вывалились сразу кисти для макияжа. Ладно, давайте сначала посмотрим на кисти. На мой взгляд, кистей много не бывает. Поэтому, увидев этот набор, я поняла, что они мне обязательно нужны. Длинная ручка, как и мне нравится. Сколько здесь кистей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. У меня вечно все кисти теряются. Ворс очень приятный на ощупь. Разноцветный, естественно, синтетический. Так все аккуратно сделано. Я думаю, что буду использовать. Вообще, кистей много не бывает. Потому что грязными кистями, как правило, нельзя делать мейк. А мыть их часто, честно, мне лень. Поэтому кистей должно быть много. И мою коллекцию пополнит еще вот такой вот набор прекрасный. Мне очень нравится. Интересно смотрится. Хотя там они стоят так же, как и у нас здесь. Но все равно я решила заказать именно с сайта Shein. Следующий ответственный момент. Очередное платье. Под прошлой распаковкой многие писали, что все платья однотипные. Это не модно и так далее. Самое главное, что мне нравится. Носить это все буду я. Поэтому не переживайте. Так, смотрим. Здесь платье уже с вот такими рукавами, фонариками. Господи, как красиво. Оно, видимо, короткое. Сделано как халатик. Швы прострочены просто идеально. Вот некоторые сравнивают этот сайт с Алиэкспресс. Но мне кажется, качество просто несравнимо. На Алиэкспресс что-то заказываешь и потом в шоке. Ожидание, реальность просто. А здесь платье прям супер. Черное. С сердечками. В другой расцветке тоже был. Но я решила взять черное. Мне кажется, его даже можно и осенью носить под какие-то, не знаю, джинсовые оверсайз, какие-то ветровочки. Проще говоря, платье просто меня разочаровало из-за своей длины. Платье очень-очень короткое. Я думаю, что на девочках метр семьдесят, метр семьдесят пять. Это просто будет выглядеть как кофта. Это как платье, просто сидеть не будет. Мне еле-еле закрывают попу. Для меня это не оптимальная длина. Когда садишься, немного неудобно. Поэтому, не знаю, советовать вам или нет. Если честно, больше всего ждала я как раз-таки это платье. Но оно меня изрядно разочаровало. Конечно, материал обалденный. Фасончик классный. Сердечки тоже очень красивые. Мама даже сказала, что она тоже хочет платье с таким орнаментом. Но, к сожалению, длина. Единственный выход из ситуации, который я лично вижу, носить это платье, например, осенью, с капроновыми колготками черными, чтобы не так сильно коротко было. С какой-то джинсовкой, оверсайз и какими-то колготками. Вот в таком случае это платье носить можно. А так очень-очень коротко. Учитывайте этот момент при покупке. А дальше еще одно платье. Материал, кстати, на картинке выглядел совершенно иначе. Я думала, что это будет какой-то с блестками, так скажем, материал. А это просто обычный самыч. И он, кстати, просвечивается. Ну, не сильно, но чуть-чуть есть такой момент. Хотя нет, даже сильно просвечивает. Надо, конечно, мерить и уже смотреть там. Но мне это уже не нравится. Взяла в размере XS. Но могу вам сказать, что она достаточно большая. Хорошо, что не брала S. Смотрите, какая огромная просто. Но это и модель такая, знаете, более-менее свободная. Но все же. Ну, что я могу сказать? Мне кажется, все налицо. Платье очень сильно просвечивает. Это еще у меня не красный бюсткальтер, а нежно-нежно-розовый. И все равно его видно. Конечно, что-то придется с этими платьями сделать. Естественно, как-то я их буду носить. Я их не выброшу, потому что заплатила за них деньги. Но, если честно, советовать вам не могу. Потому что просвечивает просто ужасно. Смотрится не очень. Можно, конечно, надеть какое-то специальное белье. Такого же оттенка, как и платье. Но, опять же, это лишние заморочки. Сказать, что я вам советую, нет. Изначально я вообще ждала, что материал будет совершенно другой. Немножко с блестками. Оказалось, что обычная просто футболка удлиненная. Плюс еще просвечивает. То, что я ждала больше всего и из-за чего я сделала этот заказ. Это купальник. Глянем. Вау, какой цвет, девочки. Это просто бомба, а не цвет. Трусики, значит, вот такие. Вот я вам фотографию здесь прикреплю. Мерить, наверное, не буду. Не потому, что мне кто-то запрещает. Или, господи, у нас такая вера и все дела. Просто мне самой как-то неудобно, что ли, показывать себя в купальнике. Как-то стыдно. Я стесняюсь. Поэтому ничего. Просто вот так вот вам покажу. На пляже буду звездой. Люблю яркие купальники. Ну, это вообще здесь чашечки без пушапа. Это хорошо. Больше всего меня покорил цвет. Вы просто гляньте, какой яркий цвет. Вот камера как раз-таки передает идеально оттенок. Но где еще можно найти такой купальник? Чашечки небольшие, девочки. Гляньте. То есть, если у вас большая грудь, то S брать не стоит. Но я думаю, что я влезу. Если что, грудь будет торчать. Это будет выглядеть красиво. Футболочка. Решила взять в большом размере. Чтобы носить с велосипедками, которые я вам показывала, по-моему, в прошлом заказе или в позапрошлом. В общем, ссылку на все распаковки шеины я оставлю в футбокте. Если вам нравится подобного типа видео, или вы хотите сами тоже что-то заказать, то посмотрите эти видео. Хорошо, что я взяла в большом размере. Потому что немного маломерит. Здесь такие ромашечки. И плотная ткань. Очень плотная. Цвет насыщенный, красивый. Носить буду просто с удовольствием. Футболку я специально брала в большом размере, чтобы носить с этими велосипедками. Кстати, под прошлым видео мне писали, что оказывается это не велосипедки, а специальные шорты для юбок. На самом деле нет. В описании было написано, что это самые обычные велосипедки. Что касается футболки, она неплохая. Плотная достаточно. Красивый яркий цвет. Носить можно. Рекомендую. И последнее, что я взяла. Ремешок. Ну что, отличный ремень. Носить можно. У меня есть джинсы, которые плохо сидят именно в талии. То есть в бедрах они мне хорошо, а в талии болтаются. Поэтому, чтобы решить эту проблему, я взяла себе такой ремешок. Ну а что, как вам? Пишите в комментариях. Здесь еще плюс дырочки. Прям их много. Поэтому ремешок можно завязать очень плотно. Ремень, в свою очередь, сел просто идеально. Материал приятный. Очень нравится. Смотрится стильно. Не жалею о покупке. И учитывая стоимость этого ремня, стоимость была очень-очень бюджетной. Я думаю, что это просто находка. Ремень был в трех цветах. Но черный был самый бюджетный. Не знаю, какая разница в оттенках. Возможно, материал там был использован другой. Но мне нравится. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам не сложно, то обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Целую. С вами Блайка Эмили. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok